Дитер, интересно, что приехали в Москву и совсем не с концертом, а с коллекцией обоев. Значит ли это, что вы оставили музыку и решили заняться бизнесом? Нет, конечно же нет. На немецком телевидении я каждый день веду музыкальное шоу. В выходные у меня еще одно шоу – кастинг молодых талантов. Плюс я продолжаю продюсировать некоторых артистов. Но и бизнесом мне интересно заниматься. Я создаю одежду, очки, обои. Выбирайте молодые таланты. Расскажите, как распознать будущую звезду? О, это легко. На каждый кастинг приходит 30-40 тысяч людей. Главное – это голос. Потом харизма. Артист должен быть интересным, должен чем-то отличаться от остальных. Глядя на него, должно быть понятно – перед нами звезда. Он должен быть мега уверен в себе. За 30, даже 40 лет в профессии я уже легко могу оценивать, кто станет звездой, а кто нет. Несколько лет назад вас спросили, чего вы хотите от жизни. Вы ответили – 10 лет славы. На вас слава важнее, чем деньги? Когда я был молодым, то говорил, что хочу быть звездой в 30, потом, что хочу быть звездой в 40, затем в 50. Не отказался бы и в свои 60. Но для меня слава не важна, важнее востребованность. Сегодня многие молодые артисты хотят стать звездами, но не понимают, чтобы стать звездой, надо очень много работать. Слава зарабатывается тяжелым трудом, иначе она недолговечна. А как выглядит ленивый день Дитера Болина, когда вам не надо ехать на студию, появляться на ТВ, давать интервью журналистам? Ну, у меня пятеро детей, и они требуют времени, внимания. Недавно я чудесно отметил Пасху в семейном кругу. Когда появляется свободное время, я трачу его на себя. Играю в теннис, занимаюсь спортом. Каждый день полтора часа спортзала. Сегодня важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, иначе твоя жизнь будет недолгой. Дитер, мне кажется, чтобы написать такую песню, как «You're my heart, you're my soul», надо быть закоренелым романтиком. Хорошо, что вы подняли эту тему. В Германии почему-то за мной закрепился имидж сухого бизнесмена. Но я очень романтичный, чувствительный. Если тебя ничего не трогает в жизни, ты не сможешь сочинять песни, которые тронут других. Я всегда был влюбчивым. Для меня важно, чтобы мое сердце было полно эмоций. Наверное, именно моя влюбчивость помогла мне сочинить более двух тысяч песен. В период юности вы пели под огромным количеством псевдонимов. Стив Бенсон, Джозеф Колли. Но откуда взялось женское имя? Да, Дженнифер Блейк. Я пел под женским псевдонимом. Причина проста. В Германии все уже подустали от Дитера Болина. А он все сочиняет и сочиняет. И поэтому я периодически записываю песни под псевдонимами. Во-первых, это любопытно. Как публика отреагирует на мое творчество, не зная, что это я? А во-вторых, эти песни никак не влияли на мою репутацию. Под женским псевдонимом я выступал ради шутки. Дитер, вы отметили, что вас любят в России. А за что вы любите Россию? За то, что здесь красивые девушки. Знаете, русские сильно отличаются от немцев. Русские более верные, добросовестные. 20 лет назад произошел забавный случай. Один водитель остановил машину и предложил довезти меня до отеля. А сегодня, 20 лет спустя, он пришел сказать мне привет и подарил картину. В Германии я могу несколько раз ездить с одним и тем же водителем. Он даже не поздоровается со мной на следующий день. Люди в России очень отзывчивые, и дружба для них не пустое слово. Моя бабушка была русской, и мне кажется, во мне есть что-то русское. Так приезжайте почаще на историческую родину. Спасибо, приеду. Спасибо. Спасибо.